здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим про то как можно по косвенным признакам определить тяжесть состояния ребенка собственно неоднократно многие родители задавали нам вопрос как знать вот ребенку поставили диагноз аутизм раз запр р запр еще там много чего и как знать каковы перспективы то есть насколько тяжело так сказать состояние ребенка насколько глубоко он находится вот в этом аутичном состоянии то что я вот сейчас расскажу это основано на нашем личном опыте то есть на том что мы наблюдаем естественно на чтение всякой специальной литературы то есть мы собираем информацию везде где это возможно к вопросу о состояниях очень часто совершенно невозможно судить по ребенку какие будут перспективы то есть мы видели детей которые в младшем возрасте имели все признаки очень тяжелых аутистов а годам к 5 6 очень неплохо выправлялись даже без нашей помощи и видели детей которые изначально вроде казались в неплохом состоянии и к тем же 5 6 годам их состояние очень ухудшалось и в общем перспективы становились очень грустными поэтому в общем предсказать невозможно но возможно определить скажем так причину и в соответствии с этой причиной как-то вот прикинуть насколько тяжело состояние ребенка есть некоторые вполне объективные признаки которые в общем-то родители могут разглядеть без помощи посторонних специалистов и сейчас я кое про какие из них расскажу естественно обсудим только некоторую часть из них то есть те которые достаточно очевидны в общем там где мне кажется трудно ошибиться хотя я могу и в этом ошибаться потому что зависит все таки от определенного опыта наверное для того чтобы скажем так прикинуть тяжесть состояния ребенка нужно вспомнить в первую очередь первый год его развития начнем с формы головы какая у ребенка в первый год вот после родов и потом течение первого года была форма головы была ли она правильной формы может быть она была вытянутая к верху как конус такая может быть она была плоская сзади или с одной из сторон может быть голова была вытянутая по горизонтали или может быть какие-то другие были деформации в большинстве случаев форма головы после рождения не как бы не значит ничего то есть большинство детей с любой формы головы нормально развиваются перерастают и форма головы выравнивается и в дальнейшем в общем не доставляет никаких как бы вопросов и никаких проблем но если есть диагноз то тут уже следует про это все-таки задуматься следующий параметр который желательно знать это каково было состояние родничков новорожденного собственно как правило когда вот ребенок рождается то родители могут нащупать один большой родничок наверху головы но иногда еще один но в общем как бы основном это вот один родничок некоторые родители вдруг могут обнаружить больше родничков то есть в принципе их может быть до шести и если они после рождения и в течение первого года прощупываются то нужно обязательно сдать анализы на функцию щитовидной железы потому что такие роднички могут быть признаком гипотариоза ребенка и если такая проблема действительно присутствует то собственно даже если функция щитовидной железы снижена не сильно мы таких детей видели то скажем так нарушение развития практически гарантированное обязательно нужно вспомнить какие какая была так сказать форма у этих родничков были ли они втянутые были ли они выпуклые если у ребенка всегда был выпуклый родничок то возможно он страдал от повышенного внутричерепного давления обязательно нужно вспомнить когда этот родничок у ребенка зарос если у ребенка слишком большой родничок который не зарастает годовалому возрасту то это может быть признаком опять же гипотариоза или рахита и также это может указывать на то что есть некоторые генетические отклонения то есть если вы наблюдаете с такой у своего ребенка то желательно посетить как терапевта так и генетика если у ребенка маленький родничок или его вообще нет и или если этот родничок зарастает сильно раньше года то то это может быть признаком того что у ребенка имеется такое заболевание краниосиностоз то есть это раннее сращение костей черепа у такого ребенка как правило наблюдаются и другие искажения формы головы и иногда у таких детей бывает маленькая голова и поэтому следующий как бы параметр который мы сейчас обсудим это размер головы вообще вопрос размер головы вопрос сложный потому что скажем так существуют некоторые нормы которые определяются всемирной организации здравоохранения которыми пользуются педиатры всего мира но они эти нормы основаны на каких-то скажем так усредненных измерениях причем в общем не очень понятно для какого народа потому что во всех этих вопросах очень важно так сказать национальные особенности семейные особенности ну и наконец бывают личные особенности и поэтому как бы вот этот вот вопрос размер головы он всегда остается под вопросом поскольку большинство вот вышеперечисленных отклонений могут исчезать с возрастом как бы не нанося развитию ребенка никакого ущерба то нужно оценивать уже вот существующую ситуацию то есть вот это происходило в первый год ребенка сейчас ребенок в каком-то возрасте там не знаю скажем три года четыре года и надо посмотреть на него как он развивается если он развивается нормально то по видимо у него все в порядке и скажем так про его особенности в развитии в первом на первом году жизни скорее всего не нужно на них обращать внимание но если ребенок получил диагноз вот из перечисленных то есть это может быть раз это может быть аутизм это может быть zprr zpr и прочие связанные диагнозы то есть это нарушение развития определенного типа то следует понять что же у нас происходит в данную минуту для того чтобы оценить что у ребенка происходит вот сейчас конкретно то лучше всего его постричь очень коротко лучше всего нагло потому что для того чтобы мы могли разглядеть строение его черепа нужно чтобы было как можно меньше помех потому что скажем правду что родителям не имеющим подобного опыта будет скажем так любые детали могут отвлекать и приводить к возможно к ложным выводам ну допустим мы ребенка остригли вот мы на него смотрим смотрим какой он забавный без волос и обращаем внимание снова на форму головы если у ребенка голова правильной формы при этом диагноз есть то скорее всего проблема возникла после родов после рождения то есть это может быть скажем вирусная инфекция с которой организм не справился это могут быть еще какие-то обстоятельства но скорее всего внутриутробный ребенок развивался нормально если форма головы ребенка имеют некоторые странности то есть вот смотрят родители на голову и говорят да как бы вот и голова немножко странная то тогда нужно эти странности оценить если голова конусообразная то есть если это сразу после родов то как бы на это не обращают внимание обычно потому что черепные пластины младенца могли еще просто не разойтись на место после того как он прошел через родовые пути но если у ребенка скажем года в три в четыре такая же голова то есть вероятность того что эти кости так на место и не встали то есть его череп не приобрел так стать его естественной формы и если это каким-то образом не исправить то ребенок будет страдать умственной отсталости просто в силу того что у него будет внутричерепном повышенное внутричерепное давление у него не будет места для того чтобы мозг нормально мог расти и обязательно будут проблемы с кровообращением то есть мозг не будет получать достаточного питания то есть есть высокий шанс того что такой ребенок будет страдать умственной отсталостью если мы смотрим на голову ребенка и видим что она у нас вытянута по горизонтали то есть вот салба затылку то это может свидетельствовать о том что в затылочных долях головного мозга имеется довольно серьезное нейровоспаление также это может сопровождаться повышенным внутричерепным давлением опять же нарушением кровообращения и соответствующими последствиями если у ребенка плоский затылок то может быть следует сдать некоторые анализы и посмотреть достаточно ли у него в крови витамина d потому что очень часто плоские затылки являются результатом нелечного рахита но иногда это может говорить о других нарушениях развития если например у ребенка плоский затылок и при этом недоразвитая переносица плоская то следует заинтересоваться нет ли у него мозаичной формы синдрома дауна возможно есть и другие генетические отклонения то есть все это очень важно следующий параметр на который следует обратить внимание это цвет кожи ребенка то есть вот мы его постригли и мы смотрим какого цвета его кожи по сравнению со всем остальным так стать телом то есть как соотносится цвет кожи на лице на лбу скажем так в к во всех частях черепа если мы заметили одну интересную вещь что у многих детей сильными повреждениями центральной нервной системы цвет кожи имеет скажем так фрагментарный характер то есть участки кожи в тех районах где мозг поврежден серьезно отличаются по цвету от соседних они не краснеют когда ребенок плачет они не загорают когда ребенок находится на солнце то есть это по всей видимости является следствием того что нарушение кровообращения которое явилось причиной того что недоразвелись какие-то участки головного мозга они же это это же нарушение кровообращения вероятно как-то воздействует на цвет кожи некоторые родители обращают на это внимание сами по себе и собственно задают эти вопросы потом в процессе лечения они с удивлением видят как выравнивать цвет кожи как вдруг эти участки начинают краснеть когда ребенок плачет ну короче это довольно интересно наблюдать за этим процессом некоторые родители сами не обращают внимание то есть они видят что есть какая-то странность но они не отдают себе отчет что это именно вот это и поэтому когда им например показываем то они говорят о я ведь правда я все время думала думал или думала что что-то здесь вот какая-то странность есть то есть вот эти участки по всей видимости как-то связаны с тем что при прилегающие скажем так участки головного мозга имеют проблему с кровообращением и собственно по ним вот можно определить размер такого участка и тяжесть состояния вы вот заметили что чем более такое явление выражено тем сильнее у ребенка симптомы нарушения развития то есть эти эти вот участки они говорят о том что мозг поврежден достаточно сильно следующий параметр о котором мы поговорим это форма черепных швов нужно посмотреть каково состояние черепных швов у ребенка то есть родители могут даже интересы ради открыть в гугле скажем картинку с анатомией черепа и посмотреть где конкретно располагаются эти швы собственно для того чтобы определить есть ли там проблема нужно пальцами провести в первую очередь вдоль венечного шва который располагается вот здесь на самом деле проблема может быть в любом из швов которые есть так сказать на черепе но наиболее частые то что мы видим это проблема с венечным швом и проблема так сказать с лобными пластинами когда родители проведут пальцами вдоль венечного шва они должны определить если там выпуклость в норме там выпуклости не будет то есть голова будет гладкая хотя какой-то рельеф там будет но мне как бы не выделяющийся они могут даже себя погладить по голове посмотреть если у них что-то такое то есть шов не выделяется он не искажает форму головы если же они нащупывают там гребень то очень вероятно что ребенок пострадал от внутриутробной инфекции и чем более заметен этот гребень тем обычно тяжелее состояние ребенка то есть это тоже есть четкая корреляция чем сильнее этот гребень тем сильнее выражены симптомы и в общем тем хуже его и поведение развития собственно таким образом нужно проверить все черепные швы особое скажем так значение имеет наличие гребня посередине лба здесь то есть в норме у младенца лобные пластины потом срастаются в лобную кость и она является гладкой и широкой и собственно вот как у нас у всех то есть у него тоже есть какой-то рельеф но он достаточно скажем так известный то есть ничем не выделяется если у ребенка есть там гребень то это означает что пластины срослись неправильно то есть лобная кость деформирована и это как правило влияет на состояние головного мозга который находится в этом районе иногда вот эта деформация лобной кости настолько велика что лоб у ребенка выглядит треугольным все эти признаки говорят о тяжелом поражении центральной нервной системы и о сильных отклонениях в развитии ну и последний параметр который мы сегодня снова обсудим это соответствие формы черепа ребенка и черепов так сказать самих родителей братьев и сестер это нам позволит определить насколько голова ребенка соответствует его так сказать генетической форме то есть размер головы то есть если скажем в семье есть другие дети то все просто просто вы сравниваете пропорции если у вашего ребенка пропорции головы и тела такие же какой у братьев и сестер и у родителей в детстве то значит все хорошо если же вы скажем сделали семейную фотографию допустим среди там четырех пяти детей и вы видите что голова одного из детей сильно меньше или сильно больше чем у всех остальных то вероятно есть проблема если нет братьев и сестер то следует сравнить вот такие же пропорции с фотографиями родителей обоих причем в похожем возрасте и если хотя бы у одного из родителей такая же форма и такие же пропорции то по всей вероятности с размером головы все хорошо вот на сегодня до свидания до следующей встречи а